Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Биометрия вместо паспорта. Зачем государство решило собрать данные россиян в единую базу? Будущее без будущего. Коммунисты проголосовали против нового закона о бюджете. Многодетных отцов и резервисты правительство одобрило инициативу депутатов Единой России. 24 ноября Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Кнопку «За» нажали депутаты Единой России, ЛДПР и новых людей. Категорически против предложенного правительством варианта выступили коммунисты и эсеры. По их мнению, новый закон – это отказ от развития страны. На прошедшей неделе депутаты обсуждали параметры нового закона о бюджете в течение двух пленарных заседаний. 22 ноября финансовый документ приняли во втором чтении с поправками на 2 триллиона рублей. Итоговую точку парламентарии поставили 24 ноября. Это попытка в полностью изменившемся внешних условиях немного поднастроить систему в надежде, что через год-полтора все закончится и кардинали ничего менять не придется. В числе основной причины отказа левые назвали продолжение старой политики бюджетного правила. Я вам напомню, что за счет бюджетного правила предыдущего был собран 14-триллионный фонд национального благосостояния, который только на обменном курсе потерял 4 триллиона. Представьте, если бы эти 4 триллиона дал нашу экономику. Сколько бы можно было возместить отсутствующих предприятий? В следующем году правительство намерено собрать в казну чуть более 26 триллионов рублей. Однако жить собираются не по средствам. Расходы составят 29 триллионов. Треть бюджета уйдет на армию, участвующую в СВО и на поддержку остальных силовых структур. Траты на национальную оборону и нацбезопасность компенсируют за счет отечественной экономики. Минус 20% от уровня 2022 года. Правительство сейчас разводит руками, говорят, ну вы знаете, санкции, проблемы у нас. Знаете, мне вспоминается выражение Барака Обамы, который сказал, я в клочья разорвал российскую экономику. Бараку Обаме далеко до нашего правительства, до нашего финансово-экономического блока. Нам не нужно, чтобы кто-то рвал нашу экономику в клочья, потому что мы сами это делаем лучше всех, снижая расходы на поддержку российской экономики. Под нож пошли почти все ключевые проекты. Основная программа развития промышленности и повышения ее конкуренции в следующем году сокращается на 30%. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности уменьшается на 29%. Список можно продолжить. Зато программу импортозамещения, похоже, сводят к выдаче льготных кредитов на закупку импорта. На 2023 год зарезервировали полтора триллиона рублей. В 2024 к этой сумме добавят еще один триллион. Науке выделяется столько денег, что она оставалась чем угодно, но только не источником новых технологий для промышленности. Что в промышленность мы вкладываем ровно столько, чтобы она продолжала работать только при наличии иностранных комплектующих. А вот для налогоплательщиков резко подорожают чиновники и предстоящие в 2024 году выборы президента. С моей точки зрения расходы по сравнению с выборной кампанией предыдущей несколько раздуты. С моей точки зрения, опять же, за счет того, что предполагается использовать сомнительные избирательные технологии, такие как дистанционное электронное голосование, трехдневное голосование. Поэтому я предлагаю в данной ситуации исходить из принципа затрат на произведенных на выборы в предыдущую кампанию и умножив на индекс накопленной инфляции. Таким образом, мы сможем сэкономить более 12 миллиардов рублей нашего бюджета. Ну, в принципе, для телеграм-каналов красиво. Но этот аргумент, к сожалению, не в полной мере был учтен. Комитетам по бюджету мы предлагаем поправку отклонить. По мнению противников закона, тезис о социальной направленности бюджета можно принять лишь условно. Снова мы видим, что социальный блок сверстан ровно в таком объеме, чтобы не дать умереть с голоду самым необеспеченным семьям. Правда, получат ее только те, у кого среднедушевой доход на одного члена семьи составляет меньше одного прожиточного минимума. Вряд ли кто-то будет спорить, что доход меньше двух прожиточных минимумов тоже не позволяет нормально содержать детей. Но эти люди остаются наедине со своими проблемами. В бюджете 2023 года предусматривается индексация пенсий по старости выше уровня инфляции. Вроде бы надо порадоваться за старшее поколение, но не получается. Самое вопиющее это то, что соотношение пенсий неработающих граждан и средней заработной платы только снижается с 34% в 2021 году до 29,6% в 2025. Хотя еще 4 года назад было торжественно объявлено, что мы стремимся к тому, чтобы соотношение было не менее 40%. Между тем, чиновники пояснили, почему категорически нельзя индексировать пенсии работающим пенсионерам. Дескать, мера приведет к сокращению выплат остальным гражданам, которые ушли на заслуженный отдых. Кроме того, в казне возникнет брешь в полтриллиона рублей. Ну и, наконец, россияне из рассматриваемой категории получают заработную плату. Соответственно, пенсии для них льгота. Говорить о том, что пенсионер получает пенсию в виде льготы, ну, на мой взгляд, это не просто антисоциально, безнравственно. Поэтому череда высказываний наших чиновников, нелепых, глупых, оскорбительных, возмущающих людей, она как из рога изобилия продолжается. Что говорит, видимо, не только о квалификации этих людей, но и о их моральном облике. Правительственные чиновники давно научились виртуозно жонглировать цифрами. Похоже, и в Думе успешно освоили данную технику. У нас же все время говорят, надо доводить расходы до какого-то уровня от бюджетов. Так вот, доля расходов на здравоохранение в федеральном бюджете превышает 5%. Но доля расходов на здравоохранение из всех источников, то есть в консолидированном бюджете, а у нас, как вы понимаете, есть фонд обязательного медицинского страхования и так далее, в 2023 году составит более 11%. Поэтому все разговоры о том, сколько должно выделяться на здравоохранение, на самом деле в этой связи, наверное, не очень эффективны. Все верно. Но вот только расходы на здравоохранение, как и на образование, всегда соотносят с размером ВВП. И если для адвоката Андрея Макарова незнание неких экономических основ простительно, то для опытнейшего председателя ведущего комитета Госдумы господина Макарова это недопустимо. А более корректный вариант анализа проводится по соотношению общих государственных расходов на здравоохранение с ВВП страны. При этом, несмотря на добавленные вчера с помпой 50 миллиардов рублей, общее государственное финансирование здравоохранения в Российской Федерации к 2025 году не превысит 4% от ВВП при минимально необходимых 6%. В КПРФ заявили, что новый закон о бюджете, сверстанный по старым лекалам, лишает страну будущего. Заложенные в него параметры не улучшат жизнь россиян. Государственная Дума голосами единороссов приняла в первом чтении законопроект о хранении фотографий, отпечатков пальцев и образцов голосов россиян в одном хранилище. Все коммерческие компании, в первую очередь банки, в обязательном порядке должны будут передать в единую систему уже собранные с граждан данные. В Минцифре считают, что это предохранит от утечки биометрические данные россиян. Однако в Госдуме заговорили о поголовной оцифровке граждан. Есть над чем задуматься, когда законопроект, касающийся IT-технологий, внес депутат далекий от этой сферы. Автором инициативы стал журналист Антон Горелкин. На этот факт и обратила внимание думская оппозиция. В последнее время правительство выбрало тактику через депутатов вносить сверхвредные, но очень важные для страны законы. Это депутат Горелкин должен вносить? Или все-таки Министерство цифрового развития должно вносить такой закон? Или вообще-то правительство? Ну разве может депутат подготовить столь серьезный закон на 216 страницах, который до настоящего времени, не в полном объеме, документы введены в информационную систему? Но его бегом-бегом... Все стало на свои места во время пленарного заседания. Спикер Думы Вячеслав Володин подтвердил, что идеологом законопроекта является глава Минцифры Максут Шадаев. Именно его ведомство документ и разработало. Но когда правительству хочется побыстрее протолкнуть скандальную инициативу, чиновники прибегают к услугам аффилированных с ними депутатов. Это важный системообразующий документ. Он наведет порядок в обращении с биометрическими данными, которые уже несколько лет используются нашими гражданами для работы с банками, оплаты проезда в метро, прохода в офисные здания, для получения доступа к различным сервисам, ну и во многих других сферах нашей жизни. Не секрет, что МФЦ снимает своих посетителей. В московском метро с октября 2021 года заработала система оплаты проезда с помощью распознавания лиц – ФСП. Что говорить о банках, которые хранят биометрические досье на 60 миллионов россиян. Сегодня, по сути, любая организация имеет право собирать биометрические данные. И это привело к тому, что биометрия миллионов наших граждан хранится совершенно в разных системах многих частных компаний с разным уровнем безопасности. А люди часто не всегда, даже сегодня, помнят, кому, когда и что они сдавали. Не могут это отследить, не понимают, где это хранится. Нетрудно догадаться, что государство решило взять под контроль оцифровку граждан. Три года назад была запущена так называемая единая биометрическая система. Однако за это время в ней зарегистрировалось всего 240 тысяч россиян. И вот теперь, похоже, правительство решило ускорить заполнение базы. Поводом для написания законопроекта стала череда громких скандалов, когда в сеть утекли персональные данные клиентов гематеста и Яндекс.Еды. Коммерческие структуры, у которых есть архив персональных данных, должны передать их государству. И они в свою, а те же коммерческие структуры, их зачистят. Но слово «должны» не значит, что сделают. И у меня вот вопрос. Мы им как на слово верим? Законопроект наводит порядок в этой сфере. С его принятием биометрические данные будут под защитой государства. Частные организации больше не смогут бесконтрольно собирать данные и должны будут передать их в государственную биометрическую систему. Она уже работает. Впрочем, коммерческие организации и дальше смогут работать с биометрией. Правда, информацию из хранилища будут получать в виде некой производной или вектора. В случае утечки векторов хакеры не смогут восстановить из них биометрические данные. Таких технологий сегодня просто не существует. Со столь безапелляционной позицией сложно согласиться, заявили в ответ из сектора оппозиции. Нас говорят, нет еще утечек. Ни одной утечки нет со стороны нашей, вот той базы, что мы создали. По одной простой причине пока биометрические данные нельзя использовать для совершения сделок. С недвижимостью каких-нибудь иных. Как только такая возможность появится, я вас уверяю, что будут и утечки. Адепты законопроекта настаивают, данные будут занесены в единое хранилище только с согласия гражданина. И он в любой момент имеет право отказать в их использовании. Сейчас предусмотрен 30-дневный срок, когда информируют собственника данных о том, что его данные могут быть переданы в государственную систему. Он за эти 30 дней может, собственно, не дать согласия. Если он согласия не дает, данные его не передаются. И, соответственно, не будут храниться в государственной биометрической системе. КПРФ уверены. Законопроект писали под конкретную коммерческую структуру. При этом монополист сможет получать неплохой навар. Доступ к базе ЕПС для частных компаний будет платным. Вы вводите понятие здесь оператора единых биометрических систем, который даже у вас по этой статье не является государственной организацией. То есть это может быть любая частная организация, которая владеет соответствующим программным обеспечением и так далее. Отрицать очевидный факт министр не стал. 30 сентября принят указ президента о создании Центра биометрических технологий. Собственно, это и есть оператор ГИС ЕБС. В качестве учредителя там Центральный банк, Росимущество и Ростелеком. Но у государства есть контроль в этом совместном предприятии. Но, похоже, защита биометрических данных россиян – это лишь верхушка законодательного айсберга. На подводную часть документа аккуратно намекнул председатель профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн. Предлагается идентифицировать физическое лицо с использованием системы ЕБС аналогично действиям проверки документов. Иными словами, предлагается закрепить порядок, когда идентификация через биометрию приравнивается к удостоверяющим документам личности, к их проверке. Этот вопрос также требует своего закрепления и разрешения. Поддерживать сырую и противоречивую инициативу думская оппозиция отказалась. Поэтому вопрос рисков, которые сегодня стоят при принятии этого законопроекта – это риск компрометации данных, риск нарушения конституционных прав граждан. Ну и, собственно, безадекватная ответственность за эти нарушения, на наш взгляд, не позволяет принимать этот законопроект даже в первом чтении. Всех подлежащих призыву по мобилизации перепишут и будут держать под контролем. Президент страны подписал указ о создании ресурса с данными граждан, которые должны состоять на воинском учете. Разработкой системы займется Минцифры и Федеральная налоговая служба при участии Министерства обороны. Ресурс должен быть сформирован к апрелю 2024 года. Согласно тексту указа, до 30 декабря текущего года данные о гражданах, стоящих на учете в военкоматах, должны быть переведены в электронно-цифровую форму. Специальная военная операция и частичная мобилизация также остаются одними из главных тем депутатского законотворчества. О последних инициативах рассказ в нашем материале. Полной неожиданностью для многих депутатов 22 ноября стали поправки к правительственному законопроекту о заморозке накопительной части пенсии. К рассмотрению во втором чтении, к законопроекту, который ранее касался только права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения, погружены поправки, которые касаются вопросов приостановления и возобновления гражданской службы до лиц, мобилизованных, заключивших контракт о службе вооруженных силах Российской Федерации, добровольно выполняющих задачи специальной военной операции. Для таких лиц вносятся отдельные преференции. Иначе говоря, когда принимался закон о сохранении рабочих мест за работниками, призванными в зону СВО, депутаты забыли о госслужащих. Теперь за чиновниками, попавшими под мобилизацию, будет сохраняться место службы. Эти преференции, к сожалению, не распространятся на гражданских служащих, выполняющих, замещающих должности по срочному контракту. Но вместе с тем за ними сохраняется в течение трех месяцев приоритетное право на поступление на гражданскую службу. Вот так, образно говоря, одним выстрелом единороссы решили два вопроса. Защитили права мобилизованных на военную службу чиновников и избежали обсуждения скандального законопроекта о продлении заморозки еще на год накопительной части пенсии. Чуть позже, в первом чтении, был принят законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных. Исключение сделано лишь по выплате элементов. Речь идет о гражданских делах, либо административных делах, в соответствии с кодексом административного судопроизводства. Еще одна депутатская инициатива направлена на сохранение повышенных пенсий военным пенсионерам, которые намерены встать в строй даже на нижестоящие должности. Сегодня по действующему законодательству по завершению контракта новая пенсия рассчитывается, исходя из последнего места службы, а значит, размер ее будет ниже. Эту социальную несправедливость и устраняет внесенный 22 ноября законопроект. Цитата. «При возобновлении выплаты пенсии лицам из числа указанных, которым она была приостановлена при поступлении на военную службу в период ведения вооруженными силами спецопераций, учитываются оклады, соответствующие воинским должностям и званиям, и применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты». Конец цитаты. «И правительство дало добро на зачисление в мобилизационный резерв многодетных отцов на добровольной основе. В мирное время граждане принимают участие в сборах, а при объявлении мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть». Авторами законопроекта стали видные депутаты-единороссы. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься». Смотрите нас через неделю. До свидания.